МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь, пожалуйста. Мы начинаем нашу работу во втором полугодии этого учебного года. Сегодня перед вами выступит наш гость из Нижнего Новгорода, доцент Нижегородского университета имени Лобачевского Алина Евгеньевна Блохина. Я вам ее представлю. Давайте поаплодируем. Она специально приехала для того, чтобы перед вами выступить по очень интересной теме. Люди, которые играют в игры, можно и перефразировать, игры, в которые играют люди. Я приглашаю на сцену Алину Евгеньевну Блохину. Здравствуйте, уважаемые студенты! Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада вас приветствовать в этом замечательном зале. И разрешите мне начать мою лекцию, которая называется «Игры, в которые играют люди». А теперь у меня вопрос к нашим уважаемым студентам. Скажите мне, пожалуйста, ребят, поднимите руки, кто из вас считает себя взрослым? Отлично! Опускайте руки. Хорошо. А кто-нибудь еще продолжает считать себя ребенком? Так, а кто взрослым и ребенком? Понятно. А те, кто считает себя взрослым, скажите мне, пожалуйста, бывало ли у вас так, кто вот только взрослым себя считает? Который вот на свой возраст, да, я взрослый, я принимаю решения. Есть такие? Руки подним. Есть такие? А вот те, кто считает себя взрослым, бывало у вас так, что вы детские поступки совершали? Ну, мне 9 лет, и я должна выбраться у себя в комнате. Но я этого не делаю, потому что мне просто лень. Это детский поступок, лениться. Спасибо. Пожалуйста. Я уже как бы шестиклассник, перешел в среднее звено, но мой детский поступок, это, конечно же, развитие меткости. Я устраиваю у себя тир из рогатки, так как дети маленького возраста, которые еще в начальной школе, или когда еще только-только поступили в среднее звено, могут стрелять из рогатки, развлекать себя как могут, играть в догонялки с такими же детьми, как, ну, то есть, грубо говоря, с ровесниками. Стрелять в рогатки, играть в догонялки, кидать летающие тарелки. Это все детские поступки, способность играть в развивающие спортивные игры. Алина Евгеньевна, это так, это детский поступок, или это уже взрослый поступок? Мы к этому вернемся чуть попозже, по ходу лекции. Хорошо, а те, кто считают себя взрослыми, вернее, детьми, вам приходилось совершать взрослые, обдуманные поступки? Скажите, тогда просто так, без микрофона, скажите, приходилось? Да! Приходилось. Вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Пожалуйста, прочитайте вот это высказывание Эрика Берна, и как вы считаете, согласны вы с этим высказыванием, что в каждом человеке, взрослом, есть черты маленькой девочки или маленького мальчика? Согласны с этим, да? Так вот, вот этот вот Эрик Берн, американский ученый, он психотерапевт, он разработал так называемую теорию транзакционного анализа, или, если говорить простым языком, анализа взаимодействия. Скажите мне, пожалуйста, часто ли вы вовлекаетесь в конфликт в своей жизни? Не важно с кем, со сверстниками, с родителями, здесь это не принципиально, с посторонними людьми, но конфликт присутствует в вашей жизни? У меня есть два друга. Один хоккеист, ему не разрешают кататься на лыжах, потому что он может получить травму, а другой катается на лыжах, и у нас из этого происходят ссоры, кто быстрее доедет, тому подобное. Так, хорошо. В классе тоже у меня близкие отношения с некоторыми, с друзьями, но тоже с ними дерусь, ругаюсь иногда. А когда вы деретесь вот с ними, ругаетесь, вы себя в состоянии взрослого ощущаете или в состоянии ребенка? Не знаю. Не знаете. Хорошо. А бывает у вас... Вопрос к залу, пожалуйста. А бывает у вас такое состояние, когда вы начинаете кого-то воспитывать, учить, говорить, да ты это неправильно делаешь, да ты ничего не понимаешь. Бывает, да? Так вот это состояние, которое, когда вы начинаете кого-то учить, показывать, говорить, называется родитель. Как вы думаете, у вас вот это состояние родителя такого присутствует время от времени? Присутствует. Так вот, возвращаемся к Эрику. Вот у нас еще есть один вариант ответа, пожалуйста. Пожалуйста. У нас вообще в классе очень бурная жизнь, и в основном у нас такие бывают маленькие ссоры, то есть кто-то что-то не поделил. Но когда после этих ссор мы даже как-то в классе сближаемся, то есть становимся дружнее и становимся более общительными. То есть вы оцениваете результаты вашей ссоры, да, и переходите на абсолютно другой уровень взаимодействия, когда эти ссоры, скажем так, в сторону откладываете и дальше продолжаете общаться. Я правильно поняла? Да, то есть, например, кто-то обиделся на кого-то, но начинается игра, человек становится скучно просто сидеть на одном месте, и он опять-таки со всеми мирится, и опять-таки начинается очень бурная игра. То есть они научились управлять таким конфликтом? То есть вы, получается, в один и тот же момент, во время вот этого, вот этого вашей ссоры и так далее, вы побыли и взрослым, и ребенком, и родителем, потом раз снова превратились в детей, поиграли, потом устали, подумали и сказали, так, мне же надо уроков много сделать, это вы как взрослые говорите. Пошли, сделали уроки, потом начали играть в какую-нибудь компьютерную игру, папа или мама подошли, сказали, а что это ты тут делаешь, ты маме или папе сказали, да папа, ты ничего не понимаешь, вот не мешай мне, я играю, играю, это вы в состоянии родителя, папа, не бывает такого? Нет, у меня вообще очень насыщенная жизнь, у меня много занятий, то есть у меня как бы время поиграть просто не остается. А как же в школе? Вот только же, что ты говорил, вы в школе играете. Да, в школе-то бывают перемены, скажем так, и бывает время, когда ты можешь с кем-то поиграть, то есть у лица атмосфера, класс, скажем так. То есть ты ребенком становишься только в школе на перемене, все остальное время ты серьезный, вдумчивый мальчик. Ну, в основном, да. Не плачешь, не обижаешься. Нет, все же я время от времени обижаюсь, все обижаются. Это все было сказано. Я недавно перешла в новую школу, и до этого в старой школе у нас была супер-пупер-тройка девчонок. Мы всегда играли, но пора мы ссорились, все равно иногда мирились. Но все равно, когда я перешла в новую школу, временами мы встречались вместе. И мы даже с девочками, с которыми раньше были на расстоянии, не очень дружили, сблизились, подружились, вместе стали играть. И, по-моему, в жизни каждого человека, и ребенка, и взрослого, все мы иногда ругаемся с кем-то. Безусловно. Спасибо, спасибо. Достаточно. Дадим Алине Евгеньевне возможность рассказать, что вам. Так вот, в каждом из нас, независимо от того, сколько нам лет, независимо от того, даже если нам только два года, в каждом из нас уже с самого рождения живет три вот этих эго-состояния. Эго от слова «я». Это взрослый, ребенок и родитель. В чем же… Это не тот родитель, который ваша мама и папа, которым 30 лет, понятно, да? Это внутренние состояния. Взрослый, ребенок и родитель. И вот о разнице между этими состояниями мы с вами поговорим. И как раз вернемся к пониманию конфликта, почему они возникают между людьми. Так вот, как я вам уже говорила, Эрик Берн разработал такую теорию, которая получила название «транзакционный анализ» или «анализ взаимодействия». И вот эту единицу общения между людьми, вот я сейчас с вами разговариваю, я произвожу транзакцию, говоря вот этим теоретическим языком. Так вот, я произвожу с вами транзакцию или взаимодействие. А скажите мне, пожалуйста, вот вы слышите слово «конфликт», да? Какой смысл вы в это понятие включаете? У конфликта же есть много разных дефиниций, назовем так, различий. Вот для вас конфликт – это что? Вот вы сказали, с кем-то ссорились. Ссора – это конфликт? Конфликт, конечно, это разновидность конфликта, да? Просто конфликт – это такое обширное понятие, которое наполнено более мелкими. Вот ссоры. Еще можете какие-нибудь назвать? Прямо вслух говорите без микрофона. Громче. Война? Война. Спор. Спор считаете конфликтом? Нет, это разновидность, да. Просто у конфликта есть несколько стадий, и вот спор тоже как одна из стадий развития конфликта. Так вот, смотрите. В каждом из нас есть родитель, есть ребенок и есть взрослый. Смотрите. Обратите внимание, пожалуйста, на этот слайд. Вот здесь последний – инвалид, детская позиция. Это не в физическом плане инвалид, да? А инвалид как жертва. Видите? Несчастная беспомощная жертва. Здесь можно не акцентировать на это внимание. Чем занимается родитель? Смотрите. Учу, забочусь, опекаю. Есть у вас младшие сестренки-братишки? По отношению к ним вы что делаете? Заботитесь о них? Учите их. То есть по отношению к своим младшим сестренкам-братишкам вы выступаете родителями, да? Дальше. Что делает взрослый? Кто такой взрослый? Это самостоятельный, уверенный в себе человек. По сути, это человек, который всегда объективно оценивает ситуацию. Это человек, который не позволяет эмоциям взять на собой верх. Назовем это человек-компьютер. Ему неважно, что вокруг происходит. У него есть цель. Он к этой цели идет. Вот он серьезный, вдумчивый, оценивающий. Сухой логик, как тут еще изображено. Кто такой ребенок? Ребенок – это наши эмоции. Это спонтанное выражение эмоций. Это когда мы чему-то подвержены, и мы не думая, не обдуманно совершаем какие-либо действия. Вот тогда в нас говорит ребенок. Мелкий взрослый? А вот у вас бывает, что, особенно это для мальчиков с папами характерно, купили мальчику игрушку, а играет папа в эту игрушку. Бывает? Бывает. И начинает вертолеты запускать, говорит, да подожди, подожди, я сейчас тут разберусь. И вот буду. Потом тебе все объясню. Бывает? И вы понимаете, что папа – ребенок в этот момент, да? Понимаете? Так вот, родитель, родитель может находиться в двух ипостасях, да? Как позитивный родитель. И как, ну, в позитивном отношении и в негативном отношении. Вот в позитивном отношении родитель – это тот, который вас, заботится о вас. Вот он вас гладит, обнимает, учит, в хорошем смысле этого слова. Вот. А негативный, осуждающий родитель – это который постоянно вас пилит, 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 пилит. Осуждающий родитель – это тот, который вами постоянно недоволен. Обижает, да? Но обижает, незаслуженно обижает. Я не говорю, что это часто встречается и так далее, но это просто теория и это факт. Это бывает, да? Смотрите. Мы с вами сейчас говорим о состоянии родителей. Что характерно для родителей? Вчитайтесь, пожалуйста, в эти слова. Часто вы слышите от родителей эти слова? Надо, должен, это неприлично, это опасно, ты ошибся, это хорошо, это плохо. Согласны? Часто встречаете? Очень часто, да? Смотрите, какое поведение характерно для родителя? Критика. Тут и положительные, и позитивные моменты, и негативные. Согласны, что вы видите проявление такого поведения у родителей? А у себя такие проявления поведения видите? По отношению к кому-нибудь видите? Видите. Хорошо. Посмотрим дальше. Взрослый. Это человек, который я вам говорила, да? Который всегда трезво оценивает ситуацию. Что характерно для взрослого? Это разумно, это эффективно. Надо постараться понять и так далее. И поведение, да, например, способность выбирать наилучшие из всех возможностей и так далее. Это все у вас перед глазами на слайде. И третий слайд посмотрим, потом я задам вам вопрос. Ребенок. Да? Что характерно для ребенка? Хочу очень характерно. Хочу. Мое, дай, отдай. Интересно, неинтересно, нравится, не нравится и так далее. Ну и поведение характерно для ребенка, вы все себя хорошо знаете. А теперь скажите мне, как вы думаете, вот особенно те, кто говорили, что они взрослые уже ребята, в каком из этих состояний для вас наиболее комфортно? Вот вы каждый для себя. Вот вам комфортно в каком состоянии? Когда вы взрослый, когда вы ребенок или когда вы кого-то учите как родитель? Мне комфортнее, когда я ребенок, потому что можно быть самим собой, что хочешь, что не хочешь. Можно говорить свои просьбы, можно говорить свои мысли, что ты думаешь, как ты хочешь. Дальше. Вот мне комфортнее, когда я чувствую себя взрослым, потому что, когда я чувствую себя ребенком, мне кажется, что меня пытают так, ну, невежливо со мной обращаются. А когда я взрослый, мне как бы можно все, все можно разрешать, все можно понимать. Спасибо. И вот еще один вариант. Ну, мне все 50 на 50, потому что взрослые, это как бы ты серьезный, у тебя больше возможностей. Ребенок, повеселиться тоже можно, а учить кого-нибудь, например, тоже приятно. Спасибо. Я вот насчет работы. У меня вот, когда вот я хожу на кружок радиотехники, я не считаю это кружок для ребенка, я считаю это работой, что у меня полноценная взрослая жизнь. Хочу, хожу в школу, хочу, жжу на занятия, хожу на работу. Спасибо. Делаю уроки. Хорошо. А скажите, вы любите сладкое? Нет, вот конкретно к этому молодому человеку, у которого исключительно взрослая жизнь. Скажите, вы торты любите? Сладкое любите? Торт, мороженое. Я не согласен насчет переедания сладкого. Я уже теперь ем полноценно здоровую пищу. Но сладкое вы не едите совсем. Конечно же, не уж точно прямо, ну, не совсем. Ну, мороженое едите? Да, ну, очень редко, если честно. Очень редко. А когда вы мороженое едите, вы калории подсчитываете? Вот взрослый, прежде чем съесть калории, да, ну, в смысле торт или мороженое, он скажет, так, у меня вес такой калории, столько, столько холестерина, там, еще чего-то. Нет, я не буду есть мороженое. Вот это взрослый. Вот это вам свойственно? Пока нет, но уже начинаю привыкать. Начинаете? Понятно. Спасибо вам большое за это, да? Я еще хотела сказать, ну, в основном для нас всех характерно быть всеми этими личностями. То есть и ребенком, и взрослым, и уже как раз и родителям. И это мы с этим не спорим. Да, потому что, скажем так, вот я лично не могу выбрать для себя какую-то определенную черту, потому что охота побыть разными ролями. Раз это игра, то надо иметь разные роли. Абсолютно верно. И более того, ни в коем случае нельзя отказываться ни от ребенка, ни от родителя в себе. Но я вам не случайно задала вопрос, в каком из этих состояний вам более всего комфортно. С чем это связано? Вы все-таки в своей жизни руководство жизнью должны отдать взрослому. Он у вас должен стоять во главе вашей личности. Почему? Извините. Почему? Да потому что взрослый будет принимать решение. Родитель и ребенок в вас, имеется в виду вас, это в эгосостояниях, да? Они принимают решение, исходя из эмоций, это ребенок, или из прошлого опыта, это родитель. Потому что родителей тоже его же родители чему-то научили, понимаете? И он, исходя из этого прошлого опыта или тех эмоций, которые есть в ребенке, принимает решение. Взрослый же трезво оценит ситуацию, выберет наилучшие из этих способностей, из предоставленных возможностей и примет решение. Но, безусловно, надо позволять себе и дурачиться, и играть в игрушки, и проявлять эмоции, потому что иначе полноценной жизни у вас и у нас тоже не получится. Приведу просто пример, разберусь на, ну, разберу вам на примере. Представьте, ну, не представьте, может быть, вы вспомните, вы совершили какую-то оплошность. Ну, человек, не вы, а абстрактный человек совершил какую-то оплошность. Как будет вести себя родитель? Он будет себя пилить внутри, проигрывать эту ситуацию, может, даже не один год, в течение нескольких десятилетий пилить, пилить, пилить себя за вот эту оплошность. И в результате это может даже привести к проблемам со здоровьем и так далее. Как поступит взрослый? Взрослый скажет, да, я совершил оплошность, да, я это признаю, хорошо, но я не святой, я не бог, все мы совершаем ошибки, я приму к сведению эту свою оплошность, и в следующий раз, когда она возникнет, я поступлю совершенно по-другому. Как будет вести себя ребенок? Ребенок обидится. Он переложит ответственность за эту оплошность на кого-то другого. На маму, на папу, извините, пожалуйста, на начальника, еще на кого-то. Он в них разочаруется, обидится, и к чему это приведет? Это может привести к разрыву взаимоотношений с тем человеком, на которого он переложил эту обиду. И более того, он опыта не получит решение данной ситуации. Поэтому, когда речь идет о родителе, взрослом или ребенке внутри вас, все-таки контроль за своим поведением надо, в большинстве случаев, надо все-таки передавать взрослому. А вот сейчас мы перейдем к конфликту. Видите, задача каждого человека — добиться баланса трех состояний под контролем взрослого. В детстве я хотела стать взрослым, а потом, когда я вырос, многие уже хотят, чтобы я стал взрослым. Так вот, не зря я вам стала задавать вопрос про конфликт. Смотрите, в рамках вот этого транзакционного анализа, о котором я сегодня начинала говорить, есть два таких термина. Дополняющая транзакция, то есть взаимодействие, и пересекающая транзакция. Так вот, когда взрослый вас, например, задает вопрос другому человеку, он ждет от него такой же взрослый ответ. Например, спрашивает, скажи, где мои ключи? Да, допустим, кто-то. В ответ ему говорят, твои ключи на тумбочке. Простой вопрос, простой ответ. Один в состоянии взрослого, другой в состоянии взрослого. Конфликта никакого нет. Что происходит, когда вот эта транзакция пересекающая? На вопрос, простой вопрос взрослого, где мои ключи, человек получает. Почему я должен следить за твоими вещами? Или, например, не знаю я, где твои ключи, вечно бросаешь, ну и так далее. То есть он не получает на простой нормальный вопрос взрослого взрослый ответ. Он получает ответ, например, от ребенка, от родителя к ребенку. Человек, который говорит, почему я должен следить за твоими вещами, выступает в данной ситуации в позиции родителя. Он его учит. Он учит, что он должен свои вещи убирать и так далее. И возникает вот эта вот конфликтная ситуация, которая дальше может перерасти в более серьезную конфликтную ситуацию, потому что, как правило, на этом не заканчивается диалог этих двух людей, дальше продолжается еще ответ, еще какой-то. И когда... Я просто что хочу сказать? Я хочу сказать, что постарайтесь на вопросы, которые, например, вам задают, вы понимаете, что это адекватный взрослый вопрос, постарайтесь также отвечать с позиции взрослого. Дело в том, что есть позиция в транзакционном анализе, вот это от родителя к ребенку. Ну, например, я как преподаватель университета очень часто сталкиваюсь, когда я обращаюсь к студентам с позиции взрослого, я вижу, что они не готовы мне ответить по-взрослому, они отвечают как дети. Например, я им говорю, рефераты надо сдать такого-то числа. Услышали? Услышали. Наступает число, рефераты не сдают. Ну, не все, конечно, но не сдают. Вот. Я говорю, я говорила о том, что нужно сдать рефераты такого-то числа. Вот здесь я уже в позиции родителя. И они начинают, ну вот, вы понимаете, я болел, страдал, там еще что-то, вот не успел и так далее. Они оправдываются как дети. Это позиция ребенка. Если я готова принять эту позицию, у нас не будет конфликта. Но если я сейчас, ну вот в данный момент, эту позицию принять не готова, да, и с позиции взрослого, например, подойду, это твоя обязанность? Да. Ты должен был ее выполнить? Да. Ты выполнил? Нет. Может возникнуть конфликт, да, потому что я поставлю двойку, он на меня обидится, будет всем говорить, что я такая, ну, своим друзьям имеется, ну, вот, не вошла в его положение и так далее и тому подобное. Поэтому в отношениях, во взаимодействии со своими сверстниками старайтесь придерживаться адекватной взрослой позиции. Понятно это вам? Так. Остановлюсь здесь только на двух верхних. Процедура и ритуал. Смотрите, в рамках вот этого вот взаимодействия есть различные формы общения. И вам сейчас наиболее понятны будут именно процедуры и ритуал. И следующая будет игра, то, о чем мы с вами тоже поговорим сегодня. Это то время, которое, это вот те формы общения, которые, как вы проводите свое время, по сути говоря. Процедура, как правило, связана с вашей трудовой деятельностью, в данном случае с учебной и так далее. Вот, например, вы приходите в школу, да, звенит звонок, вы идете в класс, садитесь за парт, и заходит учитель. Когда учитель заходит, вы что делаете? А вот когда вы встаете, это ритуал. Когда вы слушаете гимн страны, это ритуал. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что вся наша жизнь наполнена какими-либо процедурами, ритуалами, играми, которые имеют свои правила, имеют свое время начала, имеют свое время окончания. И более того, они переходят из поколения в поколение и принимаются как данность. А вот игры – это неосознанное поведение, понимаете? Процедуры и ритуалы – это осознанное поведение. А вот когда вы начинаете во взаимоотношениях, не вы, конечно, но люди начинают во взаимоотношениях играть, они это делают неосознанно. И в этом контексте даже есть понятие, как скрытая транзакция, когда внешне вы совершаете одни действия, а внутренне под этими действиями подразумеваете совсем другое. И, как правило, игры всегда ведутся для получения какого-то выигрыша. И выигрышем в этом плане считается получение определенного эмоционального состояния. Например, когда дети… Часто вы у родителей игрушки просите? Хорошо. А если, например, вы говорите «Мам, купи мне игрушку, мам, купи мне игрушку, мам, купи мне игрушку», мама говорит «Нет, нет, нет», что вы делаете? Плачете. Вот ваши слезы в данном случае, что будет? Что? Это будет ваша игра, да? Вы вот так вот играя… Вам же неохота плакать на самом деле. Неохота же. Более того, вы же понимаете, что у вас пять коробок игрушек в комнате стоит, да? Это же не единственная ваша игрушка, но вы играете, правильно? А что вы хотите получить, когда плачете? Нет. Вы хотите, чтобы мама вас обняла, пожалела, погладила по голове, сказала «Миленький мой хороший, ну, конечно, я ли куплю тебе эту игрушку?» Сняла, поцеловала, хотите? Ну, вы же, когда плачете, вы же хотите, чтобы вас обняли, правильно? Состояние ребёнка, вот в это, то, что вы видели на слайде в понятии «инвалид», это когда ребёнок всё время говорит, что у него всё плохо. Вот когда ребёнок изначально жертва, вот чувствует себя, у него всё плохо. Весь мир плохой, всё плохо. Никто его не любит, никто его не ждёт, не погладит, ничего не покупает. Вот это в этом плане. Так вот. Здравствуйте, я хотела ещё кое-что сказать по счёту этой темы. Знаете, у меня есть подруга, она, я не верю в неё никогда ребёнка, вот дети обычно плачут, когда что-то просят. А она, допустим, подошла, попросила, чтобы её, чтобы перевезти, ну, покататься на велосипеде. Ей мама сказала «Нет, нельзя». Она просто отойдёт, скажет «Ладно, пока, мам, во сколько мне прийти домой в такое-то время». И потом спокойно играет как угодно. Получается, я вижу вниз взрослого человека, потому что, ну, я вижу, она так всё спокойно относится к таким ситуациям. Вот спасибо вам за это дополнение, потому что это ваше дополнение позволит мне перейти к вот этому слайду, который посвящён жизненным позициям. Дело в том, что у каждого человека, ну, вообще в жизни есть четыре жизненных позиции. Здесь они описаны через «Окей», а я говорю «Я в порядке, ты в порядке», «Я в порядке, ты не в порядке», «Я не в порядке, ты в порядке», или «Я не в порядке, ты не в порядке». Вот у этой вашей подруги абсолютно здоровая, нормальная жизненная позиция, которая вот зелёным цветом на данном слайде высвечена, да, определена. «Я в порядке, ты в порядке». Почему? Потому что она адекватно оценивает ситуацию, она понимает, почему мама ей запрещает в данный момент кататься на велосипеде. Вполне возможно, что они с мамой это дома проговаривали. Ты же не находишься с ней 24 часа в сутки, правильно? Вот, при этом она играет, так ведь, в какие-то другие игры. То есть мы не можем сказать, что это ребёнок, который лишён родительской заботы, не можем? Мама заботится о ней, заботится. Ну, в общем, они с мамой в этом плане друг друга понимают, и поэтому она очень спокойно относится к какому-либо запрету. Мама ей его объяснила в своё время. Так вот, немножко более подробно про вот эти жизненные позиции. Почему? Потому что мы эти жизненные позиции проносим через всю нашу жизнь, и неважно, сколько вам лет. А формирование жизненной позиции начинается буквально с двух лет. С двух лет у детей. И потом, конечно, можно из одной жизненной позиции переходить в другую, но всё-таки надо стремиться к тому, чтобы вы находились в состоянии «я в порядке, ты в порядке». Почему? Потому что если вы находитесь вот в этом состоянии, вам не надо играть ни в какие игры. Вас воспринимают такими, какие вы есть. Вы абсолютно счастливы, да, потому что вы занимаетесь любимым делом. Вы находитесь на своём месте. И у вас внутреннее вот это ощущение комфорта присутствует. То есть это самая нормальная, адекватная, правильная позиция, которая должна быть в жизни абсолютно любого человека. Спасибо, Алина Евгеньевна. Давайте поаплодируем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!